Смешно о серьезном в Доме Дружбы Народов состоялся городской конкурс КВН среди воспитанников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организаторы назвали мероприятие о школе в шутку и всерьез и посвятили его наступившему Дню Знаний. Кто из ребят оказался веселее и находчивее всех, расскажем в нашем сюжете. Яркие и забавные конкурсы, сладкие сюрпризы от веселых клоунов. Все это встречает участников и гостей мероприятия уже на входе с самого начала, давая понять, игра КВН будет более чем интересной, в том же уверены и организаторы. Мы стараемся как-то разнообразить все конкурсы, фестивали, которые проводили ранее. У нас был серебряный дождь несколько лет, в этот раз решили мы все-таки на КВН. Первый раз, первый опыт такой для некоторых ребят. Поэтому надеемся, что у нас будет он в дальнейшем ежегодный. Тема нынешних игр – о школе, в шутку и всерьез. Конкурс в этом году посвятили Дню Знаний. Участие в играх веселых и находчивых приняли сразу четыре команды. Это ребята из Центра в помощи детям «Надежда» и «Родник», школа-интерната «Семья» и детской коррекционной школы-интерната «Номер 5». К выступлению, признаются дети, они готовились долго и ответственно. Больше недели репетировали, придумывали шутки и ставили танцы. Мы настроены на победу. Мы сплоченные, у нас одна команда, мы по-любому выиграем. Их соперники в победе уверены не меньше. Ребята из сборной КМТС рассказали. Аббревиатура в названии команды расшифровывается, кого могли, того собрали. Но на самом деле все участники – не случайные люди. Мы смешнее, актуальнее и интереснее. Актистичнее. И арктистичнее, да. Обещаем выиграть, но еще желаем другим победы тоже. К этим играм болельщики готовились не меньше. Разучивали кричалки, настраивали дудки, писали яркие плакаты. Мы очень болеем за свою команду. Готовились, учили кричалки, ходили на концерты, на репетиции. Ну вот, собрались теперь поддержать своих. Я поболеть пришел за наших, чтобы поддержать их, чтобы мне было стеснительно, чтобы не боялись. И команды своих зрителей не подвели. В этот день на сцене царила атмосфера смеха и веселья. Для ребят было подготовлено четыре задания. Это визитка, разминка, музыкальный конкурс и конкурс капитанов. И в каждом участнике старались выложиться на все сто. Конечно, был разным уровень подготовки. Некоторые ребята смущались. Они в первый раз вышли на большую сцену. Но были и те, кто перед аудиторией чувствовал себя уверенно и вольготно. А это христиан. Самый успешный в нашей команде. Живет в пентхаусе, ездит на Мазерате, имеет охрану из 14 человек. Любимое занятие – врать. Все удачные шутки и смелые миниатюры находили обязательный отклик у членов жюри. За игрой КВН наблюдали представители судейской коллегии, в составе которой были специалисты отдела опеки и даже профессиональные КВНщики. Жюрили справедливо и независимо, но в итоге объявили, в этом конкурсе победила дружба. Каждая из команд получила в этот день не только кубок, но и сладкие подарки.